Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале «Экзегет» и сегодня немножко поговорим о похвале. Вот в Священном Писании, в книге притчи Соломоновых есть такие слова. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». То есть, самое главное, что вот ты сам себя не хвали. Вот это первое. А если кто-то хвалит, ну хвалит и хвалит. Это вот вспоминается, как покойный наш актер, знаменитый Петр Мамонов, он рассказывал, что когда снялся в фильме «Остров», то после этого постоянно к нему стали подходить люди, хвалить его за то, что он сыграл такую прекрасную роль. А он говорит, что я же понимаю, что я-то это не такой-то вот старец, которого там изобразили. И поначалу я вот так вот сразу, да нет-нет, это вот все не про меня. А потом говорит, вижу, что люди огорчаются, что они отходят, и у них какое-то смятение. И тогда стал просто я так вот молча выслушивать их похвалы, при этом молиться Господу про себя. Я же, говорит, знаю, кто я такой на самом деле. А вот человек, он высказал похвалу, и у него на душе ему спокойно становится, мирно, что вот он это высказал ему. Поэтому иногда, может быть, нужно принять то, что вот люди, ну так говорят, просто вот выслушать, но к сердцу своему этого не принимать. Просто выслушать, но не принимать к своему сердцу и помнить, кто мы есть на самом деле. Вот некоторые, они задают даже такой вопрос. Вот бывает, пишут на наш портал библейский экзегет, что вот, а как быть руководителю? Есть сотрудники, вот хвалить их или не хвалить? И получается так, что вот пишут нам, что если ты хвалишь, что значит, вроде бы ты провоцируешь гордость, а то, что у человека самооценка начинает такая вот возрастать, и получается, что вроде не надо хвалить, и вот есть вот в психологии там разные методики, что человек сам себя должен хвалить и так далее. Но это все на самом деле разные вещи. Что касается сотрудников, вообще руководителей сотрудников и не только их, все мы, всем нам не хватает теплых слов, теплого отношения друг к другу. И изобилие каких-то отрицательных эмоций, изобилие каких-то упреков, выплескиваются какие-то обиды, недовольства, и мы все время высказываем друг другу что-то отрицательное, все время раним, все время упрекаем в чем-то, а вот положительных слов не хватает. Поэтому лучше пусть будет все-таки похвала, чем какая-то издевка. Это вот в отношении, допустим, руководителей, сотрудников. То есть не забывать про теплое слово к своим подчиненным. И даже взять вот семью. Бывает так, что жена вот она постоянно ругается. Вот мой муж, он и такой, и сякой, и за глаза его там ругает, и все. Вот категорически это нельзя. И лучше, если вот вы на таком уровне находите, то лучше как раз вот перейти на похвалу и хвалить и за глаза, прежде всего даже за глаза хвалить человека. И говорить только хорошее про своего мужа. Попытаться научиться похвалить в чем-то своих детей. Иначе просто будут рушиться наши личные взаимоотношения. Повторю, что если мы постоянно выплескиваем какой-то негатив своим детям, своим самым родным и близким, если мы никогда не похвалим их вообще ни за что, то она все порушится. Все наши личные взаимоотношения, они пойдут прахом. Поэтому похвала, она в каких-то ситуациях может спасти взаимоотношения. Она настраивает на такой положительный фон общения. И если этого не будет, то мы сами виноваты в том, что все рушим. Вот, конечно, в Священном Писании, если вот так более углубленно, то, а похвалика, что сказано? Прежде всего, мы должны восхвалять Господа Бога, который сотворил наш мир, который наш Небесный Отец. И поэтому в Салтыре там очень много таких молитвенных восхвалений Бога. И вот, кстати, самый короткий псалом есть, 116-й, его хорошо бы выучить на память. И он звучит так. «Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди. Яко утвердите милостью Его на нас, истина Господня пребывает вовек». То есть всего лишь два стиха в этом псалме. Вот выучите его и старайтесь произносить, чтобы все время прославлять и восхвалять Господа Бога. Что касается ближней, ведь ближний тоже образ Божий. Иногда и нужно сказать что-то положительное. Вот преподобный Саак Сирин, он даже так говорил, что старайся оказывать честь человеку даже выше того, чего он заслуживает. Если ты похвалишь его, а он этого не заслужил, то это может стать вот его совести таким упреком, и он почувствует, что это не соответствует, и начнет как-то вот задумываться о себе. Вот. Конечно, если ты кого-то чрезмерно хвалишь, то это тоже может обернуться определенным искушением. И вот в тех же притчах Соломоновых там, например, сказано, «Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословища». Ну, почему так? Потому что понятно, что, ну, друг, он тебе и так близок, да, а ты его восхваляешь, восхваляешь, и получается, что ты вот по своему личному предпочтению восхваляешь только одного. Это как, знаете, вот «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку», то есть это то, что обернется против вас. Поэтому тут должна быть как раз вот некая ровность, ругать не надо, но и сдержанность в некой похвале. Затем, где вот совершенно точно нужно избегать похвалы не только себе, но и другому человеку. Это то, что касается вообще духовных вещей. Ну, допустим, какой-то человек молится, и молится очень внимательно, благочестиво, да, или какой-то человек, вот, он строго соблюдает посты, да, или милостыню подает. И вот вы вдруг подходите к нему и говорите, «Ой, слушай, ты такой вот молодец, ты вот так хорошо молишься, так хорошо молишься, что просто вот это…» Я вот даже не знаю, как это… И, в общем, начинаете его восхвалять, всячески восхвалять, и у такого человека, у него духовный настрой после ваших похвал исчезнет, совершенно точно. И молитва его после этого, она будет совершенно иной. Поэтому вот в книге «Притчи», вот именно сейчас процитирую эти слова, они уже сейчас будут понятны, что «плавильня для серебра, горнила для золота, то для человека уста, который хвалит его». То есть это некое такое вот искушение, испытание. То есть вы ввергаете человека в испытание, в искушение, когда начинаете хвалить его вот преднамеренно за какие-то духовные такие вот добрые дела, которые должны бы совершаться-то вообще-то в тайне. Вспомните, Спаситель говорил, «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». А почему так? Потому что люди начинают прославлять тебя. Ты творишь вот ради Бога, да, для очищения своих грехов, чтобы душу свою как-то облегчить. А тут получается, что тебе начинают ставить памятник и такое кумиротворение. И так, когда творишь милостуни, не труби перед собою, как делают лицемеры, чтобы прославляли их люди. Они уже получают награду свою. У тебя же пусть левая твоя рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. И то же самое в отношении молитвы, да, чтобы не на показ. Иначе, если тебя начнут прославлять все вокруг, ну, представьте, что вот действительно какой-то молитвенный человек, и он постоянно углубляется в эту молитву, и все начинают ему говорить, да ты же святой человек, ты такой праведный, мы вот теперь все время будем приходить, просить за нас, вот ты за нас там помолись. И представьте, что вот у него именно такая мысль в душе и возникнет, что он праведный, что он святой, что он вымаливает других людей. Это все, это полный крах. Молитвенник убит в духовном смысле, вы помогли ему в этом смысле умереть. И поэтому такая похвала – это убийственная похвала, это огромный грех. И вот в этом смысле никого как раз не нужно хвалить за его какие-то духовные достижения. Это вам, может быть, кажется духовные достижения, а он пытается на самом деле выкарабкаться из каких-то своих грехов, страстей. Вот он борется со своей страстью, скажем, самомнения. А тут вы подливаете масло в огонь, и у него вспыхивает это искушение с новой силой. Поэтому не нужно, конечно же, вот так вот людям подливать вот этого масла и разжигать огонь. Вот я вспоминаю тоже один знакомый дьякон, отец Дмитрий Котов, а он сам иконописец и занимается мозаикой. Он рассказывает, что как он детей обучал, и даже вот некоторые стали писать иконы. И один мальчик, Витя, он написал образ Спаса Нерукотворного. И вот все так удачно, и потом даже там к владыке, к архиерею повели, и тот говорит, о, какой образ, а кто написал эту икону? А вот наш мальчик, Витя. И тут все начинают его хвалить, да какой прекрасный иконописец. И потом говорит отец Дмитрий, когда обратно возвращались, то смотрю я, сидит уже не мальчик Витя, а сидит великий иконописец, который нос задрал выше потолка. И тут я понял, что ничего хорошего в этом нет. И я, в общем, уже в дальнейшем запретил детям писать именно лики святых. И они стали писать, что там животных каких-то, растения, цветы, деревья. Ну, иногда изредка вот какие-то ангельские фигуры, но Спасителя Божьей Матери или святых уже они не писали, чтобы не было возношения. Потому что вот та вот похвала, она тоже произвела некоторые изменения в душе такого вот маленького иконописца. Итак, вот если немножко так вот подытожить, что мы говорим, то хвалить можно, но когда? Когда, допустим, человек унывает. Вот он считает, что у него все валится из рук, что у него ничего не получается, то есть он к отчаянию скатывается. И тут лучше бы его поддержать и как раз сказать, что вот у тебя здесь прекрасный, посмотри, вот ты же вообще человек-то неплохой по жизни. То есть похвала, это может быть как средством спасения от уныния и от отчаяния. Что касается руководителя, то я считаю, что все-таки время от времени он должен в чем-то вот хвалить своих сотрудников. Почему так? Потому что обычно мы все время взыскиваем, обычно ругаем, отчитываем, отчитываем. И получается так, что все вот пространство нашего жизни превращается в сплошной негатив. А теплых слов не хватает. Вот если нет теплых слов, то души, они будут как ледышки, понимаете? Оттаивают только от теплого слова. И за глаза, за глаза, как раз вот за глаза можно хвалить всегда, за глаза, чтобы избежать вот осуждения человека. Мы легко впадаем в осуждение, начиная там с президента и кончая соседями по подъезду. А вот постараться все-таки увидеть что-то прекрасное у этого человека. И когда мы о нем говорим, то похвалить его, понимаете? Вот похвалить в речи, не осуждать, а похвалить. То есть за глаза можно хвалить всегда. А если человек не унывает, то к похвале нужно, конечно же, относиться осторожно, потому что в каких-то ситуациях она может спровоцировать гордыню, самовозвеличивание. Поэтому похвала – это такое обоюдоострое оружие, и нам нужна всегда рассудительность. Вот в какой ситуации обратиться к похвале, но самое главное, чтобы душу нашу не охватывала злоба. Вот если в сердце будет жить любовь, доброта, милосердие, то тогда такое сердце оно само почувствует, в какой момент что человеку сказать. А вот каменное сердце, оно ничего не чувствует, потому что это сердце мертвое. Поэтому дай Господь, чтобы у нас оживало сердце, чтобы мы учились рассудительности и не столько переживали, как там сотрудник наш, что он сейчас возгордится, если я его похвалю. Нет, поверьте, что теплое слово ваше, оно для него станет только поддержкой. А вот избегать похвалы самому себе. И как сказано в книге притчи, пусть хвалит тебя другой, а не устатывай чужой, а не язык твой. Вот ты сам себя не хвали. И другой похвалил, скажи, ну слава богу, я вот что мог делал. А вообще лучше пропускай мимо ушей похвалу, но сам не забывай хвалить тех, кто находится рядом. То есть родители пусть хвалят детей, стараются их тоже через это вдохновлять как-то к жизни. Жена пусть хвалит мужа, муж пусть хвалит жену. Ну, вот такая похвала, она совершенно точно полезна, да, и избегать всецелой страсти осуждения. Храни всех Божи, дорогие братья и сестры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...